МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу телекомпании «Город». Время говорить главные темы сегодня. Мы вам тут построим жителей домов по улице Энгельса против строительства многоэтажки практически окно в окно. Коммунальщики тоже не дали ответа жителям дома на Восковольтной, куда пропало оборудование детской площадки после ремонта водных коммуникаций. Привет, Ильич! В воскресенье в Рязани иномарка улетела прямо к подножию памятника Ленина. А теперь обо всем подробнее. Эти выходные горожане отметили двумя смачными автоавариями. Самый эффектный вылет дорогущей «Инфинити» прямо к памятнику вождю мирового пролетариата. Владимир Ильич, конечно, видывал многое, однако иномарку, проломившую оградку и оказавшуюся у монумента, ну вряд ли лицезрел, как, впрочем, и рязанцы. 29 сентября примерно в 55 утра на площади Ленина произошло опрокидывание автомобиля, в результате которого 4 человека получили травмы. 25-летний житель города Рязани, управляя автомобилем «Инфинити», на прямом участке дороги, двигаясь со стороны 1-майского проспекта в сторону улицы Соборной, не справился с рулевым управлением, в результате чего совершил опрокидывание за металлическое ограждение. В результате происшествия водитель и трое его пассажиров, двое женщин и мужчина, получили различные травмы. Еще одна рязанская авария попала в интернет, и это пример того, как мы умеем из двориков выезжать. По крайней мере, на видео один автомобиль прям-таки вылетает из двора на улицу Татарскую и в лучших традициях бокса навешивает в челюсть машине, идущей по прямой. Хотя, конечно, то, что годится для спорта, далеко не всегда подходит для дорожного движения. При такой езде можно понять дорожных инспекторов, которые прям-таки по несколько раз на неделе проводят занятия с детьми по правилам перехода улицы и вообще по безопасности на дорогах. Очередная встреча ребят и полиции состоялась в кинотеатре «Дружба». 28 августа в кинотеатре «Дружба» были подведены итоги городского конкурса детского рисунка, «Как я правильно перехожу дорогу». Конкурс, который проводился впервые, нашел большой отклик среди учащихся, младших классов. Приняли участие 50 школ города Рязани. Более 500 работ было представлено на суд жюри. В результате было отобрано 120 работ, которые были вывешены в фойе кинотеатра. Для ребят был организован праздник. Это показ фильма «Гагарин». Дети получили мороженое, расписание занятий, сладкие призы. То есть хорошее настроение подарили детям, те, кто участвовали в этом конкурсе. И обязательно надо сказать родителям, которые вечно торопятся и безграмотно, пересекая дорогу, буквально прыгая между машинами, волокут за руку и малышей. Вы хотя бы ребятишек пожалеете. Но если сами торопитесь в лучший мир, то малышам-то дайте пожить. Природа в Рязани преподносит свои сюрпризы. Ака после дождей в сентябре поднялась, как будто вспомнив весну. Бабье лето у родной реченьки. Вот как выходит. Сегодня, например, над мостом в Тырнице, это Шиловский район, почти метр воды. Официально сообщается, что жизнеобеспечение местных населенных пунктов не нарушено. А у нас тут еще ближе вода подтопила дорогу Шумош-Заокская. При стабилизации погодных условий, сообщает администрация Рязанского района, понижение уровня воды ожидается в течение 3-4 дней. Сегодня жители одного из домов на улице Энгельса тоже провели стихийную встречу. Пригласили нашу телекомпанию. Дело в том, что представители строительной организации их предупредили. Вскоре неподалеку будет возводиться дом. А потому не рассчитывайте больше на спокойствие, а также на некоторые свои дворовые территории. Проект народу посмотреть не дали. Известно, что строить намерена фирма с корнем МОЗ в составе названия. А там, где МОЗ, как правило, не ждут деликатности и соблюдения местного законодательства. Жители дома 53 на улице Энгельса крайне возмущены. Причиной волнения стал слушок о том, что в их дворе, прямо под окнами детского сада, школы и жилого дома, планируется строительство 14-этажки. Мы, квартиросъемщики дома 53 по улице Энгельса, собрались сюда, чтобы выразить протест по поводу строительства 1-подъездного 14-этажного дома, который будет осуществлять МОЗ «Энергострой». Директор Ашаков Владимир Владимирович. Свет, который в наших квартирах до 11 часов, он будет загорожен этим 4-этажным домом. То есть света у нас вообще не будет в квартирах, особенно первые два подъезда. Судя по названию, столичный застройщик с пенсионерами, проживающими в этом районе уже по 40 лет, совершенно не церемонится. Вышел из дома, было 8 человек. Приехали на черных мерседесах, стояли вон там. И у них я остановился. Они никакого на меня внимания отказали. Будем строить здесь дом. Вот. И один такой высокопоставленный, полный мужчина, я не знаю его фамилии, он сказал, жители мы отстраним, они никакого у нас веса не поимеют. А вот насчет школы вам придется воевать. Совершенно не ясно, что движет хозяинам будущей стройки, почему он выбрал именно этот пятачок с детской площадкой. Ведь в сотне метров от этого места стоят общежития, признанные аварийными. Сноси до строй. Так не с голубятина начинать, а с того конца. Там стоит помойка, там страшное дело. Вы сносите за месяц, за 9 вы лепите, рожаете дом этот. Вот. Дом рожаете. 54 квадратных метра, там 14 этажей. И начинаете оттуда ехать. Почему вы отсюда-то начали? Значит, тут никого не выселять. Они хотят влезть сюда. Тут школа, тут детский сад, тут пенсионеры. Мы со светом, лампочка Ильича, вот утром, вот видите, деревья нельзя вот у нас. Все, ни свету, ничего. Но местные жители сдавать свои позиции не собираются. И местному депутату. Теперь планируют поход к главному архитектору города и к губернатору. Вот никак не могут дать людям на старости лет спокойно пожить. Все у них норовят отобрать. И воздух, и зелень, и солнечный свет. Остается лишь надеяться, что ситуация разрешится по закону, а не по принципу «ты мне, я тебе», который так хорошо себя чувствует в наших кабинетах власти. Продолжается загадочная, нехорошая история с детской площадкой во дворе дома на Восковольтной. Один репортаж на эту тему уже был снят нашими авторами. Напомним, там после ремонтных работ, проведенных водоканалом с перепахной техникой площадки, исчезла детская горка. Местные жители рассказали, что концов горочки они отыскать не сумели. Вместо нее на площадке почему-то оказались останки ушедшей из жизни кошечки. После выхода репортажа в эфир кошачья тельца исчезла, а вот горка не появилась. Сегодня продолжение темы. Прошло уже почти три недели, как коммунальщики завершили ремонтно-восстановительные работы во дворе многоэтажных жилых домов по улице Высоковольтной. Тогда местные жители рассказали, что после визита ремонтеров в неизвестном направлении с детской площадки исчез инвентарь, горка и лесенка. До сих пор вместо них лишь большая куча грязи. Местные жители с вопросом, кто конкретно производил работы, отправились в свою управляющую компанию Техрембытсервис. Однако никакого вразумительного ответа они там не услышали. Впрочем, и с журналистами работники обслуживающей организации общаться также не захотели. Получить официальный комментарий по поводу исчезновения горки и лесенки с детской площадки на Высоковольтной сотрудники нашей редакции пытались и у чиновников из городской администрации. Однако на официальный запрос ответа так и не пришло. А ведь это, наверное, муниципальное имущество. Да детям радость. А теперь грязь вместо радости. Создается впечатление, что в данную ситуацию местные органы власти не собираются вмешиваться. Надо сказать, что такая практика работы уже давно стала привычкой у бригад коммунальных служб. А горожане гадают, куда и, главное, зачем из их двора вывезли детский инвентарь. Пока же получается, что местным жителям Высоковольтной остается лишь одно. Ждать, когда их будущая детская площадка войдет в какой-нибудь план по благоустройству дворов на будущий год. Хотя одна небольшая подвижка произошла. Коммунальщики вскоре после первого недовольного обращения жильцов все же убрали труп мертвой кошки с территории детской площадки. В эту субботу в Рязани области прошла большая уборка. Проект, организованный экологическим Рязанским альянсом. Народ вышел по зову сердца и по призыву защитников природы убирать парки, скверы, территории озеленения. Сегодня по телефону руководитель альянса Евгений Рыбаков сообщил, что итоги акции сейчас подводятся. ЭРА собирает фотоотчеты, которые приходят из многих районов области. В этом году экологический Рязанс для волонтеров учредил даже специальный приз. Его судьба, сказал Рыбаков, будет решена в течение этой недели. Также свои коррективы внесла природа. Активисты, например, не смогли проехать в Луковский лес. Большая осенняя вода не пустила. Но вернулись домой волонтеры, как пишут в детских сочинениях, усталые, но довольные. Хорошее дело сделали, а от этого всегда на душе легко. На сегодня все. Хорошего вам всем вечера и до встречи завтра в программе «Время говорить». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова